Всем привет! Итак, это будет видео ответа на вопросы про мои орхидеи. Вопросов задают много, часто, всяких, разных. Отвечу на самые частые и, скажем так, самые интересные. Значит, сразу говорю про первую коллекцию орхидеи. Я рассказывать уже не буду, я рассказывала не раз. Это моя вторая коллекция и поехали о ней. Итак, где я ращу основную массу своих орхидей, особенно которые требуют периода покоя или более прохладного содержания, перепада температур и подобного, я ращу у себя на небольшом балкончике. Причем орхидеи занимают далеко не весь балкон с той стороны, на которую я, собственно, смотрю. У меня стоит стол, где я чаще всего пересаживаю, где я распаковываю, где я снимаю ролики в своем лайтбоксе или на фоне своей красной стены, которые все знают. И также у меня там сейчас стоит на подоконнике слева стеллажик, там нет орхидей, там часть моих красу, книжки по орхидеям, записники, перчатки, горшочки и всякое вот то, что помогает мне посадить. Ну, также с той стороны у меня вентилятор, то есть там такая не орхидейная зона небольшая, и дальше уже пошли полочки с орхидеями, не только с орхидеями. И все мои фаленопсисы, как очень теплолюбивые ребята, живут и растут в квартире, на таких вот оранжерейках-тепличках. Я думаю, кто следит за моим фейсбуком и инстаграмом и за патреоном, те уже видели, видели не раз фотографии, и в вайбере я показывала фотографии, как у меня растут мои фаленопсисы, и ролики я уже, по-моему, снимала все-таки, как они растут, показывала свои теплички. Почему они растут там без солнышка, без ничего? Им хватает, им хватает того света, который я для них выбрала, причем меня очень устраивают результаты, при том, что я очень придирчивая к этому делу, и там абсолютно контролируемые условия, там очень хорошая, высокая, нужная им влажность. Опять-таки, когда я говорю очень высокая, это не 80-90, нет, обычно там держится выше 50, то есть, ну, там 60-70, когда вот день полива, 70+, там постоянно работают вентиляторы, которые постоянно гоняют воздух, и они не герметичны абсолютно, то есть, есть доступ свежего воздуха, плюс я туда чистенько заглядываю, открываю, и тоже попадает очень много свежего воздуха сразу, но там постоянно тепло, там светло, и там все-таки достаточно для них влажно. Так, поехали дальше. Сколько у меня эквестрисов? О, это все люди, сколько у меня эквестрисов? Так, ну, по последним подсчетам, давайте так, я считаю обычно не по головам, а по наименованиям или по горшкам. Ну, это где-то 80, по-моему, было, может, даже что-нибудь больше, ну, где-то 80. Ну, в каком-то горшочке у меня может сидеть три орхиды, эквестрис одинаковых дубля, а на них там еще три детки или больше, ну, где-то 80. И большая часть с разными бирками, и... О, боже, вот начала снимать ролик, и цифры вообще из головы вылетели. Ну, 30 плюс у меня цвели, и большинство из них разные, то есть там совсем чуть-чуть дублей. Уже даже вот к дню снятия этого видео больше, уже, наверное, где-то 40 процвели. Ну, да, вот так. Вот такая счастливая, и да, они действительно, некоторые прям заметно-заметно разные. Некоторые разные, если присмотреться и поискать. Но мне они все нравятся, это мой выбор, мое хобби, моя орхидейная страсть, поэтому так. Всего у меня орхидеи... Ох, это вообще страшный вопрос, потому что я, честно говоря, не знаю, сколько у меня всего орхидей. Я не считаю, ну, вот, вот, честно, правда и клянусь, я не считаю. У меня даже сейчас, на сейчас нет списка того, что у меня есть. Но, глядя на то, что у меня только одних инвестерисов штук 80, то я думаю, что всего у меня в районе 300 орхидей. Ну, вот, да, думаю, что в районе 300. Поэтому тот, кто мне будет писать, что часто бывает, ну, у вас же их не так много. Вот когда у вас будет большая коллекция, вы узнаете, что вы не будете успевать делать все то, о чем вы рассказываете. Так вот, у меня большая коллекция, достаточно. Я успеваю делать все то, о чем я рассказываю. Основную часть моей вот этой большой коллекции составляют, скажем так, не считая эквестерисов, там у меня есть фаленопсисы, а большую часть живущего на балконе это котлеи. И мне когда-то сказали, что котлея королевы орхидеи, и когда ты заведешь котлей, и у тебя зацветет первая котлея, но не гибридятина какая-то, а вот прям котлея королевских кровей, то ты откажешься от фаленопсисов, ты поймешь, что это все фуш, лак, муть, и будешь там вот... Этого не случилось. То есть, да, у меня зацвело, но не случилось. Вот знаете, они все прекрасны по-своему. Но вернемся. Основная часть коллекции все-таки вот этой балконной, это для меня пурпураты, ансепсы и гибриды с их участием. Я влюблена в пурпураты, опять-таки все, кто следят за моим инстаграмом, за моим фейсбуком, знают, я просто с ума по ним схожу, у меня их много, я их осваиваю, я провожу... Ну, как всегда, я не могу без экспериментов, мне надо попробовать вот так посадить, вот так. Кого-то унес фузырез, кто-то вот хорошо рос, а потом буквально за месяц полностью куртина высохла. Ну вот высохла в солому, что бы я ни делала и... Кстати, это две куртины так сделала. Когда я препарировала уже пациента, который мертв, чем жив, оказалось, что внутри бульбы абсолютно чистые, все прекрасно, никаких пятен, кругов, почернений. Ну вот орхидея просто как солома, ну сгорела за месяц, просто высохла. Ну вот так случилось, я не знаю почему, жалко, да, безумно, но с эляви, так бывает, орхидеи, ну вот это такое хобби, да, они дохнут, с этим надо смириться. Вот. Дальше анцепс, анцепсы у меня еще не цвели, у меня цвел гибрид анцепс, но всего одним цветочком, и я, честно говоря, не хотела, и он сильно после этого так затужил, приболел, Санта-Барбара с анцепсом. Но, я думаю, все будет хорошо. Так, поехали дальше. Ращу я в горшках. Крупных ребят я пересаживаю в глиняные горшочки, они более тяжелые, мне больше так понравилось. Более мелкие ребята и новые ребята, к которым я еще не привыкла, то есть новые это не новая порфурата, да, котлея для меня новая с новым названием, которую я не совсем уверена как растить, мне хочется понаблюдать за ее корневой и прочим, я ращу в прозрачных горшках разного диаметра. Гибриды. Все часто спрашивают. Гибриды я люблю. Я очень уважаю людей, которые делают гибриды, это огромнейший труд. И даже если мне по каким-то моим личным причинам не нравятся какие-то гибриды, это не значит, что они непрекрасны. Ну вот я такой человек, не знаю, я могу оценить красоту растения, даже вот на эти, я бы себе не купила, да, там, но я понимаю, почему это нравится людям, почему это вызывает восторг, и я в диком восхищении от людей, которые выводят эти новые гибриды, которые могут увидеть вот эту вот красоту будущего гибрида и понять, кого с кем смешать, чтобы получить вот это вот. И они у меня есть, я их безумно люблю, я их считаю очень красивыми, они не уступают природникам. Да, может с ними не так интересно в плане, о боже, оно дохнет, что же мне с ним делать? То есть да, оно растет как бурьян, но боже, как оно радует, какое оно красивое, какое оно замечательное. А как так еще, что часто с фаленопсисами? Фаленопсисы я ращу в прозрачных пластиковых горшках, в чистой коре. И вот сейчас начала сажать их в горшочки из пробкового дуба. Спасибо, Наташа, ссылку оставлю, где я их беру. Так, а, и кстати оставлю ссылку, где я беру глиняные горшочки. Вы их уже видели, кто смотрел мои ролики, есть ролик с быстрой посадкой. Распечатывают любимая пупырчатая пленка. Вот такие, с вот такими дырочками. Маленькие на дне, но сразу скажу, это гончарная мастерская, можно попросить на заказ, они вам дно могут изрешетить, как вам удобно. Так, ну и в принципе на блоках я больше не ращу, не экспериментирую. Насчет моих удобрений есть ролик на канале, вы можете посмотреть. Так, еще самый частый, как я поливаю. Это я рассказываю все время, как я поливаю, повторюсь еще раз. У меня электрический распрыскиватель, который нагнетает воздух, давление внутри баллона. Я нажимаю на кнопочку и пошла душем поливать вот это вот все. Да, я поливаю по головам, я поливаю по головам абсолютно всех. И у меня абсолютно везде, где растут орхидеи, всегда работает вентилятор. Да, и доступ свежего воздуха это очень-очень важно. А так в принципе все. Увлажнитель я не использую. Да, у меня нет увлажнителя, хотя я о нем подумываю. Но пока нет, но подумываю. Что ж, на этом, наверное, популярные все вопросы о коллекции закончились. И, наверное, не наверное, будет ролик о популярных вопросах, касающихся меня. Так что, если вам будет интересно, посмотрите. Если нет, пора пустите. Ну что ж, на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь видео, заглядывайте в инфобокс. Там много-много всего интересного. Если вы хотите еще такие видео, пишите об этом. И, конечно же, пишите вопросы, которые вас интересуют. И увидимся в следующих роликах из солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.